Скоро на Северном Кипре не будет перебоев с электричеством, а также будет решена проблема с канализацией в районе Лонг Бич. Об этом и о многом другом вы узнаете из сегодняшнего нашего выпуска. И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить самые свежие новости с прекрасного острова. Меня зовут Юля и вы на канале Кари вы жили на Кипре. Ну а чтобы мои новости не были скучными, я хочу, чтобы вы вместе со мной прокатились до Гирны. Я как раз еду туда по делам, я вам покажу все наши красоты, всю атмосферу и расскажу все новости. Погнали! У нас справа, я ничего не перепутала. Итак, друзья, начнем с погоды. У нас на сегодняшний день, сегодня 26 января, температура воздуха 18 градусов, дни солнечные, ясные, погода прекрасная. Но через 3-4 денька начинаются дожди и погода ухудшится. Будет до 14 градусов опускаться, а может и ниже. Идет с Балкан циклон. Но совсем недавно был циклон на Кипре. Сильные дожди, они затопили некоторые районы. Особенно пострадал Южный Кипр. Были затопления и транспортные коллапсы наблюдались на всей территории страны. Из самых главных новостей, которые я бы хотела вам сообщить, это о том, что идет подготовка проекта по поставке электроэнергии из Турции. И плюс поломка турбины, электростанции, вследствие чего отключалась электроэнергия. Мы живем на острове. С одной стороны, это допустимо, но, вы знаете, это очень некомфортно. Постоянные отключения, невозможно жить. Делегация Северного Кипра во главе с премьер-министром посетила Анкару. И президент Турции Реджеп Эрдоган, и вице-президент встретились с представителями ТРСКА. И в итоге электричество будет поставляться по кабелю из Турции. Кстати, еще несколько лет назад на Северном Кипре была проблема с водой. Ее не хватало. Она была, кстати, достаточно дорогая. И пропадала так же. И не то давление было. Но из Турции провели водопровод. И у нас нет проблем с водой. Есть большое водохранилище. И вода стоит копейки. Мы не экономим воду. Электричество в основном пропадало летом, когда люди пользовались кондиционерами. И сейчас пропадает зимой периодически. Потому что так же, когда холодно... Это еще, кстати, теплая зима. А так, когда холодно, все включают на обогрев кондиционеры. И, конечно же, увеличивается произведенность мегаватт. Кстати, 7 мегаватт было получено с Южного Кипра. Мы сейчас едем с вами в Кирению, в Гирны. Вот у нас в Алсанжаке малоэтажная застройка. И очень мало людей. Численность населения невысокая. А в Гирна, она, конечно же, побольше. Там уже и пробки. Я могу выйти из дому и идти, например, километр до магазина. И не встретить ни одного человека. И так же машин. Вы знаете, кому-то это нравится, а кому-то не нравится. Кто-то получает кайф от этого малолюдства. Кому-то очень скучно здесь. Мне периодически это нравится. Если мне захотелось людей, тусовки, какой-то общественности, энергии какой-то другой, то я направляюсь в Гирны. Гирна сейчас разостраивается. Сейчас также идет реконструкция порта Кирении. Это самый главный, такой харбор. Мы его называем. Там будут возведены красивые здания. Будут убраны незаконные строительства. И по прогнозу уже в конце мая 2023 года будет проект завершен. Ремонт будет осуществлен, начиная со входа на стоянку такси, расположенную входом в порт, и до моста Кале. Работы ведутся в форме сотрудничества и общего согласия владельцев, ремесленников, рыбаков. И что касается инфраструктуры, всего, там, в общем, будет все такое современное и красивое. На фасадах зданий будет создана красивая концепция использование камней, соответствующих текстур древнего порта, двери, балконы, окна и другие элементы, расположенные на фасадах зданий. Также будет спроектировано все из дерева, старой структуры. Этот проект был очень тщательно продуман. Мне кажется, это будет изюминка Кирении, потому что, когда мы ездим в Кирении, ну, там нету каких-то парков, таких зон прогулочных, только харбор. Вот мы туда любим приходить, вот этот порт. Конечно, когда он такой будет весь уже усовершенствованный, то там будет очень нам приятно, когда он будет отремонтированный. Потому что, да, он был такой достаточно старенький. Миленькие кафешки на берегу, рыбные кафешки, там, пиццерия. Ну, это все не то, потому что очень было старое, много старых заброшенных зданий. И когда заходишь там за харбор, как-то так печальненько так прошел, посмотрел, вернулся и что-то так, как-то, знаете, такой, ну, какая-то зона недостопримечательности. Кстати, на заправке можно рассчитаться как кэшем, так и карточкой. Кстати, местные разговаривают на английском, но с ними, им очень приятно, когда с ними разговаривают на турецком, благодарят, спрашивают на салсы, там, как дела. Именно на турецком. Это как уважение к их культуре. На прошлой неделе в Алсанжаке не было дизеля на заправках, и наш сосед возил Андрюху с канистрочкой там на какую-то далекую заправку, где был дизель, а через несколько дней пропал бензин. И, ну, в общем, Андрюха собирался уже везти соседа на заправку. В общем, у нас есть проблема с топливом. Проблема с электричеством у нас, можно сказать, решается. Но вот видите, проблема с топливом. А я не понимаю, почему такое происходит. Наверное, потому что много стало людей. Они как вот привыкли заказывать определенное количество, там, сколько-то тонн топлива, да? Ну, как привык, как раньше было. Ну, только раньше было 10 машин, да? А сейчас стало там 30 машин, ну, условно, в три раза больше. И не хватает топлива. То есть остров еще не перестроился к такому количеству людей. Это мое мнение. Может быть, оно ошибочное, но мне-то кажется, что просто от большого количества людей происходят такие косячки и с электричеством, и с топливом, и с другими вещами. Еще очень важной темой, которую я хочу затронуть, это является тема решения проблемы с канализацией на Лонг-Бич. В Искеле, как мы все знаем, идет большая стройка. Там строится город, там строятся комплексы, там строятся дома, квартиры, инфраструктура. Наиболее насущной проблемой, которую необходимо решить в Искеле в предстоящий период, как сказал мэр Искеле Хасан Садыкаглу, это является проблема канализации напротив общественного пляжа, где наблюдается интенсивное строительство. Комитет по окружающей среде, созданный под руководством Министерства внутренних дел, приступил к работе для решения проблемы канализации, которая приводила к загрязнению моря. Периодически канализация где-то прорывалась, и выбросы были в море. Хотя на Северном Кипре нет выброса в море канализации. Это случается как в форс-мажоре, когда она не справляется. И для решения проблемы канализации будет создан бассейн. Мэр подчеркнул, что у муниципалитета нет финансовых проблем, что помимо инвестиций они также накопили некоторую сумму. Кстати, я когда читала эту новость, мне она так понравилась, что они сказали, что нужно решить проблему, они знают, как ее решить, и у них есть деньги, чтобы ее решить. Но у меня такой возникает вопрос, а где вы были раньше? Зачем дожидаться было до этой проблемы? Зачем было ждать этого момента? А также он подчеркнул, что пляж Лонг-Бич будет дальше продолжаться, будет продолжиться строительство пешеходных велосипедных дорожек. Мне бы вообще хотелось, чтобы дальше туда к Фомагусти, Буазу сделали велодорожки, прогулочные зоны. Но это было бы замечательно и здорово, потому что как раз-таки в районе Тюкен, Яни-Буазич, там идет сейчас такая глобальная стройка. И хотелось бы, чтобы вот те районы были тоже такие же популярные, как пляж Лонг-Бич, чтобы там тоже были оборудованные пляжи по всему периметру, вот эти дорожки, чтобы ухаживали за деревьями, которые там растут, и все растительность красиво подстригали, поставили фонари. Было бы просто замечательно. Также мэр Искеле сказал, что там живут не менее 6-7 тысяч иностранцев, и их количество увеличивается. И, конечно, иностранное население, проживающее за счет приобретения жилья, имеет серьезные проблемы с интеграцией, изучением языком, получением услуг, а также образованием детей, что не совсем готово Искеле к такому количеству людей, что нужно сделать какие-то курсы и для людей, и для детей, нужно увеличить сферу услуг, инфраструктуру. Также в 2023 году в Искеле ведут в эксплуатацию новый молодежный центр. Ну вот, посмотрим, что там за центр. Я бы очень хотела, чтобы в районе Искеле, из-за того, что там большая стройка, там как раз-таки много людей, туристическая зона приезжает, развлекаться. Также люди живут, им надо чем-то заниматься. Какой-то большой развлекательный центр, чтобы молодежный построили. Вот я надеюсь, что, может быть, в этом центре что-то такое будет интересное. Чтобы там было много-много различных... Чтобы там было много развлечений, и кинотеатры, и какие-то залы с квестами, и какие-то детские развлекательные центры закрытые, интересные, как городки, как в Москве, там, ну, где-то в хороших таких, в Эмиратах, вот в Дубае много открывают. Какие-то залы, чтобы были спортивные, открытые, закрытые. Ну, конечно же, моя мечта, чтобы на Северном Кипре появился ледовый каток. Я уверена, чтобы он привлек интерес людей, и были бы массовые катания, кто-то бы занимался фигурным катанием, кто-то бы играл в хоккей, собирались бы командами. Пусть бы это все стоило денюжку, не маленькую. Но мне почему-то кажется, что как раз-таки вот Северный Кипр, он нашел бы, и как раз киприоты, они не бедные люди, они бы нашли средства для вот содержания этого катка, для пользования. Потому что, смотрите, вот у нас, например, в Лапте, да, старенькие какие-то кафешки были. Тут открыли кафе Езыч. Туда все киприоты с утра до вечера собираются, англичане, очень много людей туда собирают, там кушают, завтракают, обедают и ужинают. Мест практически никогда свободных нету. Я делаю выводы, что киприоты, они любят отдыхать, они любят развлекаться. И как раз-таки не хватает. А тут, представляете, туристическая зона, и там и кинотеатры, и какие-то детские центры, и какое-то там рядышком и футбольное поле, какой-то тренажерный зал такой классный, большой, суперсовременный. И, может, какой-то планетарий. И тут хоккейный каток, там какие-то магазинчики, молы. Ну, это просто замечательно было бы. Я уверена, что с Южного Кипра, там же совсем рядышком Южный Кипр, к нам бы приезжали, а не мы туда ездили на развлечения. Поэтому я за ледовый хоккейный каток. Я скажу так, у меня муж профессиональный хоккеист, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр, чемпионатов мира, семикратный чемпион Беларуси. Андрюха играл вместе с знаменитыми хоккеистами и рос, как Александр Овечкин, они одного возраста, и они играли в Москве в детстве, ну, вот в юношестве, и с другими известными хоккеистами. И, конечно, я бы хотела, чтобы мой сын как минимум умел играть в хоккей. Мы приехали в Гирне. Наша дорога составила минут 8-10. У нас здесь есть улочка с магазинами, с кафе. Мы сейчас пойдем попьем кофе. Кстати, у нас сейчас скидки. И обратите внимание, магазины у нас де-факто, Теранова, Калиопа, такие турецкие бренды, вайкики. Ну, что есть, тому мы и рады. У нас тут есть такая улочка из кафешек. Сейчас здесь нелюдно, но вообще летом здесь очень много людей. Все столики заняты. Ну, и днем собирается, народ пьет кофе. Местные приезжие, кстати, сюда любит моя дочка приходить. Называется кафе Паскучи, Паскучи, наверное. На Северном Кипре есть австралийские бренды, австралийская сеть кафе Глория Джинс. Я раньше думала, что только магазины джинсовой одежды, а оказывается, вот и кафе. Они очень классные, пользуются большим спросом среди местного населения, не только. Здесь самый вкусный кофе. Глория Джинс есть, волсаджаки, я его обожаю, то каждый день заезжаю. И в Гирме. Пождем. Вот мы проходили возле кафешки, там не было людей, да, мы прошли в Глорию Джинс. Посмотрите, сколько здесь народу. Сидит молодежь, тусует, хоть люди есть. Северный Кипр очень классная, динамично развивающаяся страна. И мне нравится, что также здесь вводят такие законы. Сейчас будет введен новый закон о запрете пластиковой тары в магазинах и точках общепита. Закон об отобращении отходами, запрещающий использование пластиковых пакетов, направлен на сокращение количества отходов и защиту окружающей среды. Он должен вступить в силу. Это, конечно, замечательно, потому что здесь как раз, когда мы ходим на уборки, мы видим, как засорена природа как раз-таки пакетами, пластиками, бутылками. Здесь же жаркая страна, все хотят пить. Вот жестяные банки и пластиковые бутылки нужно запретить. Эта работа по сокращению отходов в виде пластиковых пакетов началась еще с 2018 года. И она стала меньше использоваться. Использование пакетов сократилось на 60-70%. Хотя, я не знаю, здесь везде пластики, пакеты. Я представляю, как раньше было. Ну, я не знаю, либо это только так, формально. И недавнее постановление Кабинета министров о запрете пластиковых пакетов было поддержано некоторыми гражданами. Но также оно подтверглось и критике. Ну, поживем, увидим. Вот поэтому мы маленькими шажочками двигаемся в сторону цивилизации. Я бы хотела, чтобы здесь было как можно меньше пластиковых пакетов, бутылок, тары. И побольше даже вот стекла, какие-то картонные пакеты или тряпичные. Было бы здорово. Также у нас на Кипре хорошая новость. Идет повышение минимальной заработной платы. Ну, и повышение, конечно же, штрафа. С увеличением минимальной заработной платы до 13 563 турецких лид. Представляете, курс 1 к 18,5. Это уже 700 долларов заработная плата. Минимальная заработная плата. То есть на какую работу вы не устроитесь, вам должны минималку платить. Также увеличиваются штрафы, налагаемые на водителей, которые ставят под угрозу безопасность дорожного движения. Также в случае, если содержание алкоголя в дыхании, крови или в моче водителя составит от 50 до 100 миллиграммов за управлением транспортным средством на любой дороге или в любом месте, взимается штраф 5000 лир. Также вычитается 100 штрафных баллов. Здесь, кстати, есть баллы. И если вы набираете определенное количество баллов, то у вас изымают права водительские. Вам запрещено водить автомобиль на какой-то срок. Если содержание в крови алкоголя больше 100 миллиграмм, применяется штраф в размере 10 тысяч лир. Также расскажу вам про штрафы. Водители, которые превышают скорость движения до 20 километров, получают штраф 1350 турецких лир. Это 5 штрафных баллов. Если от 20 до 40, то получают 2000 турецких лир. 100 долларов, 100 фунтов, 100 евро получают. 100 евро. И 25 штрафных баллов. А если от 40 и плюс, то получают штраф 3-400 турецких лир и 50 штрафных баллов. Вот. Это вот такие вот у нас штрафы. То есть 50 долларов, 100 долларов и 150 долларов. И штраф, штрафные баллы. Друзья, если вам было полезно наше видео, то ставьте нам лайки. И, конечно же, прилетайте на Кипр. На этот прекрасный, замечательный остров. Мы вас ждем. Встречаемся на Кипре.